Яночка. Итак, Яночка, задавай вопросы. Скажи, клип в каком стиле будет? Секс-рок. Это стиль, который я изобрел лично. Ну, я так называю свою продукцию. Секс-рок. Секс-рок это когда есть песня о любви. У меня не только песни о любви, понимаешь? У меня есть песни о войне. Если бы ты посетила концерт 31-го числа, он был на Новый Живот. Он был в Туле на Подоле в одном. Мы там празднули Новый Год. Нас пригласили выступать. И там были песни и о войне, и о космосе, и вселенной, и об автогонках Формулы-1. Это было в спорте. Спорт и слайд, песня для меня в штате и Формулы-1. И ничего только нету. Но секс-рок, фишка, это когда песня о любви. Ну, обычная любви. Может быть и то и другое. Но, в общем, о любви. И какая же любовь без поцеления. То есть, получается, песня о любви в виде варианта максимально романтичной. Ну, на грани допустимого. То есть, понятное дело, что если топлость запрещен, так он запрещен филеформатом. К примеру, Оголение. Но все остальное, значит, разрешено. Ну, как запрещен? Главное, чтобы не попадало в кадре. Ну, Майли Сайрус, он вообще на шаре голая, да? Да, песня Урак-н-бол. А, ты видела, да? Урак-н-бол, да, по-моему, она называется? Да. И она там вот на шаре вот эта голая, полностью. Ну, полностью ей в трусиках, все. То есть, в принципе, но в принципе, так бы, наша задача, это максимально работать на границе допустимого. Вот. И даже посмотри, сама Лобода, Брежнев, Судакор. Все они на грани. Да, они раздеваются до какого-то предела, и они измечают секс, ну, скажем, полностью раздеваются, они в целом не измечают секс. Да, вот секс-рок, то есть, песня о любви и подача, вот, кстати, ручки красивые у девушек лежат, да? Вот, прямо так и хочется положить в сверху, да? Вот, смотри, побежишь, уже и три, уже три, сам, да? Это вот, как вот, нас уже трое, это так, приятно, давай, давай, быстрее над глазами раздевай, да, позиции. Есть еще несколько вопросов, измени. Да. Ты поняла, что про секс-рок? Да, да, поняла. Если что-то не поняла, ты задавай вопросы вот Юле, Юле задала вопросы, она у нас эксперт, стиле секс-рок, на тебя, довольно серьезно, что покроется в сверху, или у меня. Ну, Павла, показать без меня невозможно, это надо же нас втроем нам уже как-то показывать, на сцене. Да. А еще есть такая штука, у меня кислинг-шоу, это когда в конце песни, вот, видела, может быть, как Барский, с Лободой, типа, на включении премии, типа, поцелуй в конце песни. Песня любви, в конце, потом по поцелуе. Вот это я делаю уже три года на сцене. Это чисто песня исполняется, и в конце песни, а любви романтика. Пары ставятся в профиль друг к другу, цениться, и, поскольку в профиль, все красиво круглым планом, все будет огромновато. Пару ставится. Пару ставится. Больше просмотров, союз закрепляется. Больше просмотров мои книги. Больше просмотров вообще. Ну да. А музыка у тебя электронная и не живая? Рок-мизик. Рок. Без электронной. Ну, то есть, в плане, сейчас очень модно, вот эти вот диджейские установки, которые добавляют вот, да. Я думал об этом, но я пока еще, у меня даже качество есть, но я не встретил пока еще такого диджея, который мог бы гармонично, гармонично сочетаться с... Да? Да. Как-то вот, я не против попробовать, но пока что это рок, это две гитары, ритм, соло, это барабаны, это бас, это вокал, бет-вокал. Собственно, ты посмотришь, мы тебе покажем. Ну, а там. Ну, а там. Не. В общем, так. Да. Ну, а там. Ну, а там, смотришь. Гринь Фурнину. А там. Утоп. Мой. Гринь Фурнии. Эта маршка. А там. Ядя. Что вы прекрасно? Мой. А там. Утоп. Легон. Продолжение следует... Продолжение следует...